Всем привет! Днепр на связи 27 июня 15.30. Ну что, друзья, проходит наш день. Периодически включаются сигналы воздушной тревоги, но периодически они еще выключаются. Это ли не есть хорошо? И о чем бы хотел с вами поговорить? Увидел статью от издания Build. Не прошло и недели, как вот это издание решило прокомментировать ситуацию в Крыму, конкретно в Севастополе, где, если не ошибаюсь, в воскресенье у нас прозвучали взрывы. Был атакован Севастополь ракетами. Вследствие взрывов погибли люди, в том числе дети, множество раненых. И вот, что нам рассказывают об этой ситуации издание Build. Говорят они следующее. Падение ракеты на пляж Севастополя не могло быть запланированной атакой. Россия изначально заявила, что сбила Атакамс, но потом отказалась от этой версии и обвинила Украину в преднамеренной атаке. Я напомню, да, что там вот кто-то говорит, что эта ракета была сбита российскими силами ПВО над пляжем, почему это не сделали там дальше, ближе и так далее. Кто-то говорит, что специально Украина направила, вернее, как это, как писали российские издания, что это операторы из США, которые по спутникам специально навели. И это была целенаправленная ракета, которая летела на пляж по-гражданским. Так вот, аргументы, которые приводят данные издания. Пляж расположен в 4 километрах от военного аэродрома и в 3 километрах от базы ВМФ. На пляже найдены осколки ракеты ЗРК ТОР, что говорит о работе российской ПВО. У каждого Атакамс 950 небольших осколочных суббоеприпасов М74, призванных нанести как можно больший урон. Именно они и разлетелись во все стороны, когда ракету сбили. Кстати, видео данного события было опубликовано с камер видеонаблюдения с разных ракурсов. То есть, можно увидеть, как все эти осколки, обломки, не знаю, шрапнель, все летит. И одна женщина как раз и была убита прямо в море во время купания. Что еще дальше говорят? Говорят о том, что большинство осколков падает в море не вдоль пляжа, а поперек. Значит, ракета летела к другой цели, но была сбита на подлете. На сам пляж упала малая часть осколков. Если бы ВСУ намеренно хотели атаковать гражданских, урон был бы намного больше. Вот такая ситуация, такое зрение выражает издание Билд, ссылаясь на различных военных аналитиков. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Что тут добавить? Да, в принципе, добавить нечего. На данный момент свет есть, тревоги нет. Но уже в скором времени, в районе 7 вечера, очередное отключение электроэнергии, которое вновь продлится 4 часа по хорошим расчетам и по плохим 7. Желаю вам, друзья, хорошего дня. Берегите себя, берегите своих близких. Не ведитесь на провокации. Попытайтесь остаться людьми и этого человека в себе, да, и не потерять. Становится это все сложнее, люди становятся все озлобленнее, все злее. Я это вижу как в реальности, да, где-то перемещаясь по городу, так и в каких-то чатах, там, районных, когда люди готовы уже друг другу глотку перегрызть за неправильное какое-то сказанное слово, что-то кому-то не понравилось. Только вчера был свидетелем такого диалога, когда что-то кто-то написал за этот свет, а там написали, а ты шо, а чо не на фронте, а то, а сё, да ты сепар, да ты коллаборант, да ты бандеровец, и такое разносят люди. Ау, что с вами происходит? Мало у вас проблем, давайте еще друг друга перегрызем, перебьем, и радости будут полные штаны. Спасибо за внимание.